Добрый день, дорогие друзья! Я Римма Корнеева. Вы все привыкли видеть меня в качестве врача-косметолога, но на самом деле моя исходная медицинская специальность – эпидемиология. Я врач-эпидемиолог. И сегодня я буду с вами говорить именно от лица врача-эпидемиолога. Почему? Всех безумно волнует проблема коронавируса, как с этим справиться и как жить в этой ситуации пандемии, которая охватила весь мир. Сегодня мы с вами обсудим, как не бояться и как сохранить свое здоровье. Цель моего выступления – не напугать, а наоборот, снизить страх, придать вам уверенности в том, что можно уберечь себя, своих близких от возможности подцепить коронавирусную инфекцию. Я с некоторых пор перестала бояться. Почему? Потому что я четко понимаю, что нужно делать. Я хорошо понимаю, какова эпидемиологическая ситуация. Уникальность этого вируса заключается в том, что он чужд нашему организму, от него нет вакцины, мы с ним ранее никогда не встречались. Мы точно знаем, каким образом вирус попадает в наш организм. И для того, чтобы себя уберечь от этого, мы должны четко придерживаться трех правил. Правило первое. Держите руки в чистоте. Банально, но отчасти. Вы должны все время помнить о том, что вирус попадает в ваш организм через поверхности. Исключительно через поверхности. Поэтому каждый раз, когда вы находитесь где-либо и касаетесь этих поверхностей, вы должны непременно протирать руки. Зашли в лифт, кнопка лифта «Протереть руки санитайзером». И далее дотронулись до перил, протрите руки санитайзером гелем-антисептиком. Если вы находитесь в автомобиле, вы должны протереть руль автомобиля тоже антисептиком, гелем для рук. Если вы находитесь в помещении, где были другие люди, непременно нужно протереть руки. Каждый раз, как только вы касаетесь поверхности, протираете руки. Второе очень важное правило – осознанно следить за тем, чтобы не трогать лицо руками. Это очень сложно делать, потому что мы это делаем совершенно рефлекторно, неосознанно. И если посчитать, то примерно 90 раз в день мы касаемся своего лица. Важно не трогать лицо руками. Что нужно делать, чтобы избежать этого? Для этого нужно носить маску, не просто, чтобы защитить лица от вируса. Мы знаем, что через воздушный путь он проникает очень мало, практически не проникает. Исключительно это физический контакт лица и ваших рук. Поэтому носите маску. Вы предотвратите попадание вируса на слизистые оболочки, и он не проникнет в ваш организм. И, наконец, правило номер три. Держите социальную дистанцию. Это полтора-два метра. Всего лишь полтора-два метра. Это совершенно несложно, потому что это никак не меняет вашу жизнь. Не надо бояться окружающего мира. Достаточно соблюдать эти три правила. Не надо бояться вашего соседа, разносчика пиццы или человека, который работает в магазине или в аптеке. Они не враги. Они герои.